Добрый вечер! В эфире «Весить Карачаево-Черкесия» об студии Руслан Жукаев и коротко о главном. В Карачаево-Черкесии обновили программу газификации и включили в неё новые объекты газовой инфраструктуры в некоторых населённых пунктах. В республике идёт подготовка по отправке паломников в Хадж, началось формирование групп для совершения паломничества к святым местам Саудовской Аравии. Он воспевал красоту родного края, любовь к родине в стихах. В черкесской увековечили имя народного поэта Карачаева-Черкесии Михаила Бегера. Сегодня в республике восьмой раз стартовал Обилимпикс. Это конкурс для выявления способностей у ребят с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена программа газификации в Карачаево-Черкесии. В неё включили новые объекты газовой инфраструктуры. Это строительство ещё одного межпоселкового газопровода и внутрепоселковых сетей для газификации Карачаевского городского округа, Узжигутинского и Малокарачаевского районов, а также двух станций – Абазинском и Зеленчукском районах. В общей сложности реализация обновленной программы позволит газифицировать 27 населенных пунктов. Будут созданы дополнительные стимулы для развития туристической инфраструктуры, в том числе курортов Домбай и Тиберда. Строительство магистральных газопроводов станет мощным стимулом для реализации поручений президента России по социальной догазификации домовладений. Карачаево-Черкесия продолжит оказывать меры поддержки гражданам, помимо бесплатной для граждан газификации до границы домовладения, за счет бюджета республика оплатит людям затраты при проведении голубого топлива непосредственно к самому дому. Плюс действуют льготы для различных категорий граждан, в том числе семей военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СФО. Вопросы развития АПК, туризма, строительства и социальной отрасли Карачаево-Черкесии обсудили сенаторы с руководством республики на прошедшей неделе. Какие решения были приняты в ходе рабочей поездки с представителей Совета Федерации? Об этом и не только рассказала председатель комитета по социальной политике Инна Светенко в программе наших коллег «Вместе.рф». Полное интервью председателя комитета по социальной политике. Которое было проведено по итогам под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Яцкина Андрея Владимировича и в присутствии главы региона. И по тем направлениям, которые мы рассматривали, конечно же, будет вестись работа в том числе и палата регионов. Я имею в виду и мониторинг. Будем продолжать фельдшерско-акушерских пунктов. Будем помогать в развитии курортно-рекреационной зоны. Будем смотреть за тем собственником, который в рамках деятельности Минэкономразвития сейчас принял на себя управление архизом. И думаю, что та работа именно в сфере здравоохранения она тоже будет нами поддержана, потому что будем докладывать Валентине Ивановне Матвиенко. Полное интервью председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Инны Светенко смотрите завтра в 17.30 в региональном эфире телеканала «Россия-24». В результате отработки и полученной информации задержали двух наркозбытчиков, которые планировали оборудовать в Черкесске десятки тайников с героином. Установлено, что граждане приехали в Карачаево-Черкесию под видом разнорабочих, подозреваемые задержаны сотрудниками полиции с поличным в момент осуществления закладки на территории, прилегающей к частному домовладению в Черкесске. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых в кармане верхней одежды у одного из злоумышленников были обнаружены 83 полимерных свертка с порошкообразным веществом. Задержанные также указали места, где ранее ими были уже оборудованы тайники, из которых изъято четыре аналогичных свертка. Проведенная экспертиза показала, что изъятые содержат синтетический наркотик, героин общей массой более 32 граммов. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, следственные мероприятия продолжаются. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 4-9, в горах минус 1-4, а днем 14-19 градусов тепла. И местами 9-14 со знаком «плюс». В Черкесске ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 6-8, а днем 16-18 градусов тепла. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Хадж является одним из пяти столпов ислама. Его должен завершить каждый мусульманин, если есть такая возможность. Посещать святыни в Саудовской Аравии можно строго в определенное время. Через два с небольшим месяца после окончания урозы. О том, когда и как верующие могут совершить паломничество в этом году, расскажет Алла Качиева. На сегодняшний день более 200 жителей Карачева-Черкесии уже подали заявки в отдел хаджа Духовного управления мусульман для совершения паломничества. С этого года возрастных и количественных ограничений для паломников, которые были введены с момента разгула ковида, не будет, и поэтому желающие еще могут включиться в список. В этом году требования к документам не такие сложные, как в прошлые годы. Справок от менингита или справки от прививки от коронавируса – таких условий нет. Единственное, от нас требуется паспорт и чтобы не было препятствий на выезд со стороны судебных приставов или пограничников. Выезд в Саудовскую Аравию планируется 17 июня, но до этого времени паломники должны оформиться полностью. Хочу напомнить, что если даже хадж у нас начинается 27 июня, то подготовка требует более ранних сроков – за два месяца, за месяц. В этом году крайний срок подачи документов и записи в список – это конец Рамадана, то есть примерно 22 апреля. И еще Джетул Хаджи Тамбиев обращается к жителям Карачева-Черкесии, которые планируют посетить святые места с просьбой. В этом году и вообще все годы наши квоты, квоты нашей республики определяются по количеству поехавших уже паломников. Поэтому, пожалуйста, если вы не видите особой разницы, не езжайте из других регионов, потому что по показателю, по количеству наших паломников нам будет утверждаться квота, количество квот. Перелет будет осуществляться из минеральных вод в этом году через третью страну – Объединенные Арабские Эмираты. Для паломников Карачева-Черкесии планируют забронировать отели средней категории. Также в условия входит одноразовое питание в течение всей поездки. Также в условия входят трансфер, виза, сопровождение гидов и многое другое. Всего будет организовано две группы. Один – комбинированный рейс, то есть вначале перелёт до Дубая, а оттуда до Медины на автобусе. Цена такой поездки – 4800 долларов. Другая же группа попадёт в Саудовскую Аравию, сделав две пересадки на самолёте. Минеральные воды – Дубай, Дубай, Медина. Цена такого маршрута – 5500 долларов. Комбинированный рейс является немного трудным, особенно для пожилых людей. Если у человека крайнее положение, что эти 700 долларов он вынужден сэкономить, то тогда можно этим рейсом поехать. А просто в целях экономии я не рекомендую, потому что это очень утомляет человека, переезд в Дубай, Медина на автобусе. Алла Качиев, Ахмад Чучаев, Ислам Румов, Вести, Карачаева, Черкесия. В республике увековечили память народного поэта Карачаева-Черкесии Михаила Бегера. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. В Черкесске, в доме, где жил поэт, была установлена мемориальная доска. Подробности у Али Баташева. Потому что когда-то вечер теплый, синий, по-российски, всем сердцем я влюбился в Россию. В ее светлые дали, голубые просторы, и впитал ее радость, и впитал ее горе. Любовь к большой и малой родине, восхищение красотой и неповторимой природой занимает центральное место в творчестве народного поэта Карачаева-Черкесии. Еще пять лет назад, несмотря на болезни, отнимавшую много сил, Михаил Леонидович не прекращал работать. Встречался с читателями, помогал молодым дарованиям, с готовностью давал интервью и заражал своим оптимизмом и жизнелюбием. В Черкесске он проживал по адресу переулок Одесский, 5. Теперь здесь установлена мемориальная доска. О поэте и его творчестве вспоминали друзья, коллеги и близкие. Много раз видели здесь проходящего по городу, идущего бегера с его шевелюрой. Ведь каждый шаг его, каждое действие, оно превращалось в стихи, в слова. И вот сейчас его нету, а эти стихи живут. Он мне запомнился как человеком, вот как его голос, как он умел говорить, как он мог декламировать свои произведения, да и другие произведения. Человек, вот если говорить одним словом, это русская душа. Творческое наследие поэта насчитывает пять сборников стихотворений. «Я чертовски устал», «Моя журавлиная Русь», «Я к вам иду», «Симфония на кончиках пера», «Молитесь о России». Каждый из них отличается бережным отношением к слову. «И мне, опорой мой язык, он посох мой, крыло мечтателя, в нем отражен прекрасный лик животворящего создателя, в нем гений русской красоты, в нем, как созвездия небесные, луков волшебные цветы и колориты наши местные». На церемонии открытия памятной доски прозвучали песни на стихи Михаила Бегера, а также его архивные записи. «Все живое вне времени, все живое вне срока», – писал автор в одном из произведений. Время подтвердило истинность этих слов, а поэти помнят, пока живут его стихи. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня в Индустриально-технологическом колледже стартовал региональный этап конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Он проводится в Карачаево-Черкесии в восьмой раз и уже помог многим его участникам выбрать направление своей деятельности. За открытием многотневного конкурса наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. У Ивана Гончарова особое отношение к конкурсу профессионального мастерства «Обилимпикс». Ведь участие в нем в 2019 году кардинально изменило его жизнь. Победа в региональном этапе состязания позволила Ивану отправиться на проходивший в Москве финал. Но главное – успех помог ему поверить в себя. После этого парень решил открыть свою фирму по ремонту транспортных средств, чем и занимается в настоящее время. А сегодня он оказался в числе почетных гостей Индустриально-технологического колледжа на открытии очередного соревнования среди воспитанников образовательных учреждений республики. Что бы ты посоветовал людям, которые тоже участвуют в этом конкурсе, не верят в свои силы, но хотели бы чего-то добиться? Самое главное – никогда не опускать руки, не разочаровываться. А сейчас не получилось, в дальнейшем что-то получится. Этот конкурс в некотором роде Олимпиада возможностей. Способ ребят с ограничениями по здоровью доказать обществу, что они такие же и способны на очень многое. Сварочные технологии, предпринимательство, медицинский и социальный уход, художественное вышивание – всего около двух десятков компетенций, которые сейчас востребованы у работодателей. В компетенциях принимают участие как студенты, так и школьники, начиная от 14 лет, которые имеют инвалидность или ограниченные возможности, которые пытаются, так скажем, в этой жизни найти свое место, получить профессию, продвинуться в своей карьере. Мы, как Центр развития движения, наш колледж, как базовая профессиональная организация, которая работает с детьми-инвалидами, мы для этого все стараемся делать, помогать им в этом стремлении. Участие в открытии регионального этапа конкурса приняли не только представители профильных ведомств и среднепрофессиональных учебных заведений Карачао-Черкесии, но и руководители ряда предприятий, которые заинтересованы в новых квалифицированных специалистах. А данное состязание профессионального мастерства и есть возможность для всех сторон найти друг друга, доказать, что ограничения по здоровью не барьер, а лишь особенность людей с инвалидностью, никак не мешающая им добиваться поставленных целей. Артур Махцей, Сламурумов, Вести, Карачао-Черкесия. Ансамбль национального танца на мысельского дома культуры аула Кошхабль стал лауреатом первой степени Всероссийского фестиваля конкурса «Искусство без границ», который проходил в Санкт-Петербурге в начале апреля. Детский коллектив дебютировал на конкурсе с двумя номерами. Хореографическая композиция «Ожерель адыгских танцев» принесла ребятам высшую награду «Золотая терпсихора». А нежный девичий танец стал лауреатом первой степени фестиваля конкурса. Руководитель ансамбля Ахмед Адамоков, балетмейстер Хусейн Дабагов. Это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Любовь преодолеет все». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова